Время подвести итоги очередной рабочей недели. В студии Ольга Костина обо всем по порядку. 1 июня на базе городских школ номер 14 для детей с ОВЗ и Центра дополнительного образования «Истоки» заработали летние оздоровительные лагеря. Каждый день организаторы готовят для детей спортивные соревнования, увлекательные мероприятия и игры. И все это с соблюдением всех правил безопасности. Наша съемочная группа побывала на площадках проведения досуга и узнала, как ребята проводят время. Этим ребятам скучать не приходится. Они с пользой проводят время, знакомятся с ровесниками, играют в увлекательные игры, получают новые знания. В этом году мы приняли 90 воспитанников. У нас сформировано 5 отрядов. Два отряда – это маленькие детишки, шестилетки. Они адаптируются вот как раз сейчас, чтобы прийти в первый класс в школу. Два отряда примерно 13-го и 12-го годов рождения и один у нас спортивный отряд. Ребята занимаются по своей программе, готовятся к сдаче норм ГТО. Чтобы правильно и интересно организовать их летний отдых, педагоги и воспитатели разработали специальную программу. Каждый день новые мероприятия. Сегодня у нас 4 июня день сказок. Ребята по всем пунктам бегают, выполняют задания. Вот такая сегодня активность. И еще в конце сюрприз каждый отряд представит свою сказку. Причем сказка будет импровизированной, экспромтом даваться будет. Как правило, в городских лагерях дети заняты как минимум до середины дня. Причем в расписание дня входит не только физическая активность, предусмотрены и альтернативные развлечения. Нравится. Чем ты тут занимаешься? Играю, лепим. Скажи, а ты уже успела новых друзей найти? Да, много. А домой не хочется? По маме с папой не соскучилась? Соскучилась. Ну а здесь как, все-таки больше нравится, чем просто дома сидеть? Мне нравится больше в лагере, чем дома сидеть. Чем занимаешься? Ну, гуляем. Что еще делаешь? Рисуем. Так. Успел уже с кем-то познакомиться за этим? Ах, только не помню, как его зовут. Не помнишь, как зовут, но друзей нашел, да? А где лучше, дома сидеть у телевизора или здесь время проводить? Ну, я не знаю, но я думаю, что тут. Все лагеря работают в закрытом режиме, укомплектованы медицинским персоналом и персоналом пищеблоков. В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в первой смене 25 ребят. Программа мероприятий самая разнообразная. Кто-то с удовольствием играет в мяч, кто-то рисует на свежем воздухе, устраивают театральные сцены, эстафеты и даже шоу мыльных пузырей. Раз, два, три, надуваем пузыри. Ой, какие красивые, переливайте. Здорово! По словам руководителей учреждения, детишкам отдыхается очень хорошо. За учебный год все устали и сейчас необходимо набраться силы и энергии перед новым этапом. Каждый день в лагере наполнен разными интересными событиями, разнообразными событиями. Ни один день, другой стараемся не повторить, чтобы нашим отдыхающим детям было весело, интересно и полезно. С раннего утра все жители ближайших домов слышат веселую музыку и понимают, что летний лагерь для детей в школе работает. На базе Центра дополнительного образования истоки работает летняя досуговая площадка для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Из-за высокого ажиотажа организовали два отряда. На каждый возраст детей идут свои мастер-классы, игры и развлечения. Дети находятся здесь первую половину дня до обеда. В программе досуговой площадки у нас и очень интересные мастер-классы. То есть дети и рисуют, и лепят. Старшие дети начали готовить нашу домашнюю метеостанцию. То есть мы сегодня попробовали сделать календарь наблюдений за погодой. Мы попробуем сделать простейшие метеорологические приборы для того, чтобы детей заинтересовать именно этим вопросом. В программе площадки очень много экскурсий по предприятиям нашего города, по музеям нашего города. Параллельно дети повторяют и правила дорожного движения, правила поведения на водоемах, правила поведения в летний период, что тоже немаловажно. Основными темами детской площадки будет у нас и изучение правил дорожного движения летом, поведение на детских площадках. А также мы учим детей играть друг с другом, дети учатся общаться, дети учатся находить общие интересы в играх, в подвижных играх, как на площадках, так и в кабинетах, на мастер-классах, на викторинах, на играх, которые мы им предлагаем. В городском доме молодежи состоялось торжественное открытие современного футбольного поля с искусственным покрытием. Строительство поля началось осенью прошлого года и стало прекрасным подарком для всех жителей города. Подробнее о мероприятии в материале наших корреспондентов. Правительством Московской области уделяется большое внимание подрастающему поколению заботе о детях. Одна из главных составляющих их здоровья – это занятие спортом. В городе воспитывается немало юных футболистов и для них это хороший старт и прекрасная возможность для того, чтобы вписать свои имена в футбольную историю. Я всех нас поздравляю с этим прекрасным открытием. Я желаю вам спортивных побед. Я желаю вам почаще приходить сюда, почаще заниматься спортом, потому что действительно и атмосфера дома молодежи под руководством Алины Чернова создает обстановку дружелюбия, понимания и радости. Поэтому приходите, занимайтесь спортом и мы вас поддержим в этом самом хорошем начинании лета. И действительно, лето началось, каникулы начались и у вас такая прекрасная площадка. Еще раз поздравляю всех нас с открытием. Спасибо. Строительство поля началось в конце прошлого года по инициативе городского предприятия «Карнашпан». Это третье поле, которое предприятие дарит Электрогорску. Работы по монтажу и устройству выполнила подрядная организация «Шувое» из Егоревска. Здесь мы проделали большую работу совместную, были вынесены коммуникации, некоторые зеленые насаждения были убрали, поправили забор, расширили границы. Ну и вписалась хорошая, замечательная стандартная площадка 20 на 40 метров. То есть та площадка, которая имеет современное покрытие и долговечное при правильном обслуживании, то есть это где-то 15-20 лет. На площадке также можно играть в бутцах шипованных, но там определенных размеров. И эксплуатация круглогодичная. Даже зимние тренировки можно проводить при правильной уборке снега. После приветственного слова почетных гостей, участники творческого коллектива «Шарм» под руководством Христины Новинкиной выступили с танцевальным номером. В честь открытия в этот день на новом поле состоялся товарищеский матч между футбольными командами спортивной школы «Вымпел». По традиции глава города сделал первый удар, дав старт матчу. Желаем спортсменам крепкого здоровья, прекрасных тренировок и отличных результатов. После открытия футбольного поля глава встретился с коллективом Дома молодежи. Обсудили основные задачи, обозначенные в ежегодном обращении губернатора. Перемены должны затронуть все сферы деятельности для обеспечения потребностей жителей. Губернатором Московской области Андреем Воробьевым большое внимание уделяется нашей молодежи, ее творчеству и интересам. За высокие достижения и успехи поздравительным адресом отмечена студия современного танца «Шарм» под руководством Христины Новинкиной. Этот яркий коллектив регулярно приносит в копилку «Электрогорска» первые места с конкурсов различных уровней. Одна из таких побед на 13-м международном конкурсе фестиваля хореографических коллективов «Хрустальный башмачок. Дети». Ребята стали лауреатом первой степени в номинации «Уличный танец». Я бы еще добавил, как сказал Андрей Ильич, что вы очень много делаете не только для родителей детей, но и для самих детей. Да, вы создаете ту платформу, ту фундамент, на которой они дальше будут двигаться, не теряясь, наверное, в жизни, и находить тот путь, который действительно им соответствует жизнему пути. Поэтому еще раз спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Благодарственные письма Московской областной думы глава вручила руководителю учреждения Алене Черналовой, командиру поискового отряда «Восток» Егору Черналову, а также специалистам по работе с молодежью Ольге Семеновой и Анастасии Ивановой за добросовестный труд и значимый вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения. Наши земляки, ветераны-тяжелоатлеты, братья Бодуновы о мире большого спорта и силе характера. Каждый из братьев рассказал, как и почему он пришел в спорт, какие невзгоды пришлось преодолеть на пути к победам, а также поделился секретом своего долголетия. У каждого из них насыщенная жизненная история. Родители – Игнат Андреевич и Наталья Григорьевна – приехали в Электрогорск еще до Второй мировой войны. Мама из Рязанской области, отец из Смоленской. При доме у них было целое хозяйство, своя корова, каждый год выходили всей семьей на сенокоз. По словам спортсменов, спортом родители не увлекались. Мама работала строителем, отец – пожарный. К сожалению, с нами сейчас нет самого старшего брата – Анатолия Игнатьевича. Мастер спорта СССР, неоднократный победитель чемпионатов СССР и всероссийских турниров по тяжелой атлетике. Он ушел из жизни в январе 2021 года. До последних дней он оставался действующим спортсменом. За выступление на чемпионате России завоевал второе место и получил путевку на первенство мира и Европы среди ветеранов. Он и был главным основателем спортивного движения Бодуновых. Можно считать, что в свое время уже считается, что Анатолий Игнатьевич, он здесь как бы родоначальник своего рода тяжелой атлетики в Электрогорске. Потому что он более профессионально к этому отнесся, достиг разряда высокого мастер спорта. То есть были еще ребята, которые параллельно занимались, но они быстро, видимо, и побросали просто как в удовольствие в свое время. А вот как так получилось, что четыре брата и все вместе занялись тяжелой атлетикой? Ну, это не сразу. То есть потихонечку, потихонечку, так сказать, да, так сказать, ну, смотря на старших братьев, все это интересно казалось. Ну, и они втягивали, что нечего бродяжничать там по дворам и просто шататься. Ну, и втягивали в спорт. Сергей Игнатьевич начал заниматься в 12 лет. К 17 годам достиг неплохих результатов. В легком весе до 67 килограмм. В рывке лучший результат был 95 килограмм и 127 килограмм в толчке. Сейчас это считается высоким результатом для молодежи, конечно. А в второе время это считалось нормальным. Невероятно удивил нас тот факт, что Сергей Игнатьевич был настоящим эквилибристом и не раз выступал на арене цирка. После армии, так сказать, я потихонечку, так сказать, стал ходить с друзьями в это самое. У нас в клубе был акробатический такой, да, кружок к Максиму Александру, Александру Ивановичу, кажется. И потихонечку, потихонечку мы там, человек несколько, занимались, выступали, так сказать, на сцене клуба. Разные сценки были там акробатические. В свое время его приятель Валентин Костычев, работая на мебельном комбинате, выточил катушки. Он заинтересовался, он тренировался, так сказать, он показал мне, как он стоял на пяти катушках. Меня это заинтересовало. Он говорит, Сережа, пожалуйста, я тебе их дарю, тренируйся, учись, у тебя это получится. Ну и в процессе, так сказать, за, буквально, может быть, за год, за два, за три, так сказать, я приобрел, так сказать, вот это вот. То есть стал эквилибристом на катушках. Стоял на свободной проволоке и жонглировал. Потом ездил и пробовал еще на одноколесном велосипеде на моноцикле. Сложно было, конечно, казалось, уже опыт есть, эквилибристический баланс чувствовать. Но не так все это просто, тут все, здесь все своеобразно. Но учился и этому. После свадьбы временно переехал в Павловский посад и занимался во Дворце культуры Потапова. Принимал участие в областных конкурсах, по итогам которых лучших выбирали для выступления на голоконцертах в московских цирках. Ну, мне довелось так же выступить. Было очень интересно. Это были молодые годы. У Сергея Игнатьевича был достаточно большой перерыв в спортивной карьере. Время уделял семье и воспитанию детей. Как только вышел на пенсию, через полгода, значит, да, уволился с предприятия, на эколабе работал. Я сел за компьютер, очень много сидел, так сказать, в холодильник, компьютер. В итоге мой вес начал расти. А братья в это время уже занимались в подвале, в клубе ровесник. Да. Ну, они сказали, говорят, ты что хочешь тут, да. Я в таком возрасте уже получал сильное ожирение. Весил я порядка на тот момент 115 килограмм. Сейчас я в пределах 100, не выше. Так что вот как-то так втянулся, и все прекрасно, все пошло. Начали выступать. Каждый из братьев начал заниматься спортом в очень раннем возрасте. И результаты не заставляли долго ждать. Начал в 13 лет. Меня, значит, на это дело сгомозил старший брат. Вот, а иначе я, может быть, и вообще по другому пути пошел. Ну, и пошел так потихонечку результат расти. Первый раз я в Перинесту области в 16 лет выиграл. Вот, были молодежные соревнования. Соперенство, значит, приз Дмитрия Полякова. Он чемпион Олимпийских игр. Ну, вот, то есть уже, как бы, его не было. Его памяти соревнования. Ваш результат какой был? Тогда был результат, я вот точно не помню, ну, килограмм 85, наверное, толкнул. Но во мне был вес, вес был всего 56 килограмм. Или 55, так как-то. Затем постепенно результат рос. Он пошел в армию, там попал в Кантемировскую дивизию. Это у нас показная дивизия, строгая, там все, никакого спорта, ничего. Но, однако, значит, у нас был начальник по физку готовки, был майор. Ну, он как-то сделал мне поблажечку, там, недели две я подготовился к Перинесту округа. А Перинесту округа проводило, как ни странно, у нас в дивизии. Никогда его не проводили там. И я выиграл. За две недели я подготовился и выиграл. Меня потом взяли в спортроту. В спортроте я выполнил кандидата в мастера спорта. Четыре раза Александр Игнатьевич был призером соревнований Советского Союза среди молодежи. Мастера спорта получил в 22 года, в 1972-м. Среди фотографий в альбоме Александра красуется автограф самого сильного человека в мире – Василия Ивановича Алексеева. Это было мне 19 лет. Я был, ну, служил в спортроте, а нас, спортсменов, вызывали на сборы. И нас вызвали на спортбазу Куриловскую, она была российской базой. Значит, сборы 20-дневные. А Василий Иванович, он подготовился побить рекорды Леонида Жаботинского. То есть он еще неизвестный был. Ему было 28 лет. Вот. Мы там с ним и столкнулись на тренировках. Он ставит блины, я у него снимаю. Он только отойдет. Я сниму, подниму, он на меня там. Ну, в общем, все так по-дружески, все нормально. Ну, и так мы с ним познакомились хорошо. Медали, которые завоевали братья на соревнованиях и чемпионатах, не счесть. И на этом они останавливаться не собираются. Во сколько лет начался Ваш спортивный путь? С 8 лет. С 8 лет. Первый раз выступал в клубе Ленина. Да. Поднял 20 килограмм. Да. Первый мой рекорд. Вот. Ну, потом до армии. Занимались в разных местах. Где мы только не занимались. Везде нас прогоняли. Полы проломим, нас выгонят. Везде мы занимались. Потом до армии ездили. Клуб «Юность». Лет 15 ездил туда. Вот. Был тренер Аниканов. Виктор Егорыч у нас. Вот. Хороший мужчина. 120 толчок. Вот. 87 рвок. Это вот сейчас на России был. Ездили. Вот. Чуть-чуть не побил рекорд России. На один килограмм. Да. Ну, я думаю, осенью побью. Побью. Этот рекорд лет 15 никто не может побить. У спортсменов масса поклонников. А главные их зрители, конечно, родные и близкие. Как родные и близкие? Как внуки реагируют на ваши достижения? Гордятся таким дедушкам? Ну, внуки, конечно. Дети так же. Ну, и жена, соответственно, там постоянно, как говорится, на все соревнования готовит, чтобы прекрасно выступил. Еще не успеешь выступить, они уже звонят, спрашивают, а как там, где там, что вы. Внук ходит. Сегодня обещал, чего-то я не вижу. Но он обычно попозже, он в колледже учится. Приходит попозже. Ну, я говорю, ну, хоть попозже, ну, ходи. Я говорю, тебе, говорю, надо быть сильным. Как семья ваша относится? Нормально, нормально все. Я всю жизнь спортом занимаюсь. Что это? У нас все братья занимались тяжелой атлетикой. У нас вся родня занимается. У меня сын кандидат мастера спорта по тяжелой атлетике. Вот, младший. Сейчас поедут они на сборы тоже. На юг на две недели. Прославленные тяжелоатлеты – гордость Электрогорска. Всегда и везде вместе. Поддерживают, подсказывают, помогают. За год у нас два самых крупных соревнования проходят. Это чемпионат России и Кубок России в разных городах. В Москве, в Екатеринбурге, потом в Бугульме. Три раза уже было в Туле. Братья Бадуновы ведут абсолютно здоровый образ жизни. Не курят, спиртное не употребляют. Спортом занимаются практически каждый день. Практикуют йогу, увлекаются рыбалкой. В соревнованиях братья принимают участие большой дружной командой. Показывают лучшие результаты в своих весовых и возрастных категориях. Вместе с ними награды завоевывают Владимир Кукушкин, Александр Челышев, Сергей Кулешов, Вячеслав Грушин. Планы впереди грандиозные – участие в европейских и международных соревнованиях. Ведь по своим результатам они попадают в число призеров. А самое главное, что в них верят и поддерживают. Основные тренеры – это были старшие братья. Они есть, как говорится, да, основные. А так, когда мы занимались в полупосаде в спортклубе «Юность», там был, так сказать, мастер спорта Аниканов Виктор Егорыч. Очень хороший тренер, характером великолепный. Народ к нему тянулся, как говорится, толпами. Не только из Электрогорска и полупосада. Была огромная, прекрасная команда. Ну, поблагодарить прежде всего в данный момент. Мне хочется всех наших, как говорится, спонсоров на сегодня. Это администрация города, начиная, так сказать, от главы города и заместителей предприятий «Эколаб». То есть, обращаясь к ним, они всегда относятся к нам с душой и никогда ни в чем не отказывают. А второе – обязательно еще и, так сказать, вот Муравьевых. Анастасию и Александра. Они молодцы. Увидев нас, они, так сказать, да, пошли к нам на встречу, всей нашей команде. И мы практически здесь занимаемся бесплатно. То есть, предоставили нам место. От нас только требуется, так сказать, да, сами понимаете, да, наши рекорды. Испытываешь гордость за прекрасную возможность общаться с такими людьми. Они выступают для нас, молодых, примером и образцом для подражания. И нам остается только учиться их целеустремленности и настойчивости. От всей души хотим поздравить вас и пожелать новых достижений. С 30 марта 2021 года на территории Электрогорска начала свою деятельность новая управляющая компания МБУК «Электрогорск». Подробности нам рассказал заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Гончарук. Вы все знаете, на территории городского округа Электрогорск долгое время работала компания ООО «Эленком» по управлению многоквартирными домами, которая в марте месяце направила письмо, в 2021 году направила главе письмо о невозможности дальнейшего управления и о сложении полномочий в качестве управляющей организации. В администрации было в оперативном порядке рассмотрена возможность передачи всего жилого фонда, которое управлялось ООО «Эленком» в муниципальную организацию МБУУК «Электрогорск». В чем плюс данной организации? Эта организация, прежде всего, муниципальная, то есть учредитель муниципалитет и, соответственно, денежные средства, которые поступают через Мособл ЕРЦ, поступают непосредственно на счет данной компании, и администрация всегда может это проконтролировать. Поэтому я считаю, это положительный момент как и для нас, администрации, так и для жителей города. И нацеливаю всех на то, чтобы производить вовремя, в надлежащие сроки, оплату коммунальных услуг, потому что от этого зависит именно качество тех услуг, которые вам оказываются. Очередной прием жителей по личным вопросам глава города провел в приемной городской администрации. У горожан накопилось немало проблем, требующих пристального внимания главы. Во время встречи жители смогли лично задать вопросы и рассказать о волнующих проблемах. Приемы граждан как формы обратной связи населению с властью проводятся регулярно и призваны помочь жителям города в решении конкретных проблем. Вопросы, с которыми жители Электрогорска обратились к главе администрации, касались жилищных проблем, капитального ремонта домов, газификации, благоустройства территории, установки лежачих полицейских, уборки подъездов, оплату услуг ЖКХ. Одна из жительниц попросила привезти земли для цветника возле дома и прямо на приеме получила положительный ответ. Там вот тротуар, который проходит за 16-м домом, где вот это все раскопали, его будут ремонтировать. Там же все перекопали. Вот я тоже просила, чтобы проезжую часть соединить с тротуарчиком. Там она протопана, тропинка, там всего вот два метра. Чтобы мы не ходили вот так, и по грязи не ходили. А соединить тротуар с проезжей частью. Там есть такой, да, метровый кусок небольшой. Да, метр там всего, вот метр просили, вот тогда показывали, там ходили, когда по поводу. А можно это сделать? По поводу. Всего со своими вопросами и предложениями обратились на прием 6 человек. В ходе приема было рассмотрено каждое обращение жителей. Мы сейчас обращаемся с просьбой, чтобы нам поставили, ну как бы власти, обратили внимание на нашу проблему. Будут стоять гусаки, не будут стоять. Нам нужен капитальный свет. Как минимум, вы в нашем заявлении видели, мы просим, два фонарных столба по фасаду и один вот между 29-м домом и 42-м. Потому что идешь, когда на автобус или с автобуса, а ходят многие, особенно, когда уже вот такое время темное наступает, сезоны темных вечеров, ночей, люди возвращаются с работы, с детьми там из учебных заведений. В общем, три столба – это вот как минимум капитальных нам нужны. Неравнодушная жительница города, художница Татьяна Филимонова, пришла на встречу с идеями благоустроить любимую зону отдыха горожан в гостях у «Сказки» и городской сквер. Я хочу сказать, что я могу, как художник, со своей группой, со своей вот этой семьей, дети вообще у меня росли так в творчестве, мы можем на озере сделать скульптуры. Можно было бы их сделать под дерево, как вот они раньше были, можно сделать сейчас цветные. И мне хотелось бы, как заявка, что я могла бы возглавить такую работу большую, серьезную. Вот, ну, конечно, хочу, чтобы это было под средством. Вот я хотела спросить наш город, что главу был. Вместе со своими заместителями и руководителями муниципальных предприятий Сергей Дорофеев дал рекомендации. Объяснил, что можно сделать в рамках закона и какую помощь может оказать людям в рамках его компетенции. Как всегда, вопросы связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Это и благоустройство территории, это и оплата труда уборщиц, уборка подъездов, начисление МОСОБЛА ИРЦ. Ну, как и всегда, на все вопросы жители получили исчерпывающие ответы. Ну, самый интересный вопрос, это был по Ленина 59. Он, наверное, включал в себя весь комплекс мероприятий, начиная от ЖКХ, кончая благоустройством и кончая организацией дорожного движения. Спасибо, еще раз обращаюсь к жителям, приходите на личный прием со своими проблемами, мы их решим. Все вопросы были взяты на проработку, а по отдельным моментам граждане получили рекомендации и консультативную помощь. 8 июня отмечался День социального работника. Профессиональный праздник тех, в чьих руках здоровье и безопасность особо нуждающихся людей. Для многих из них это не просто сотрудники социальной службы, они становятся по-настоящему друзьями, способными выслушать, поддержать, подарить надежду. 8 июня отмечалось 30 лет со дня создания социальной службы. Профессия социальный работник требует огромного количества душевных сил, самоотдачи и энергии. Несмотря на стремительно меняющийся мир, профессия останется одной из самых нужных и важных, потому что теплое внимание, которыми вы окружаете людей, никогда не потеряет своего значения и всегда будут востребованы. В окружном управлении социальной защиты работает порядка 900 человек. Это и социальные работники, и сотрудники социальной службы, это и пансионат Ногинский, и электрогорское отделение, также у нас и детские учреждения. Это действительно большой-большой труд. Роман Игоревич сегодня вспоминал и Ирину Александровну Лазареву, и Зотову Татьяну Ревкатовну. Конечно же, это те руководители, которые создавали социальную защиту. Мы являемся ее продолжателями. Вы являетесь ее продолжателями, потому что даже взять социального работника, который был 5 лет назад, это уже немножко не те, так скажем, обязанности. Сейчас это в первую очередь наши подопечные. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за труд. Мы вас действительно любим, мы вас действительно ценим, у вас тяжелая работа. И если мы вспоминаем наших уже ветеранов, сегодня присутствует Сапрыкина Мария Николаевна. Она также с Ринсанной создавала социальную службу. Уважаемые коллеги, с праздником. Улыбайтесь чаще. Следующую главу мы напишем вместе. Все будет лучше, чем было. Все только начинается. Спасибо вам большое. Если человек пришел в социальную защиту, то очень быстро появляется осознание, подходит ему эта деятельность или нет. Высокая работоспособность, неравнодушие, личная готовность отдавать, делиться и помогать. В городском парке прошло торжественное мероприятие с честствованием представителей социальной сферы. С поздравлениями и словами благодарности к присутствующим обратился первый заместитель главы администрации Людмила Шапар, начальник окружного управления Минсоцразвития региона Владимир Морозов, председатель Совета депутатов Роман Тикунов, помощник депутата Мусоблдума Ленара Самединовой Павел Грязнов. Я ни разу не слышал ни одного нарекания на работников Союза защиты. Вот ни разу не слышал. Вот, наверное, это такое, еще одно свидетельство, да, то, что в вашем коллективе собрались очень достойные, неравнодушные люди. Всех вас к праздникам, здоровья, счастья и материального благоволучия. Примите слова глубокого уважения и признательности каждому из вас за ваш неиссякаемый труд, за вашу преданность делу. Хочется пожелать каждому из вас, конечно, крепкого здоровья, чтобы энергия никогда не покидала вас, чтобы четкое сердце по-прежнему было с вами и, конечно, хочется, чтобы счастье, семейное счастье было у каждого. Грамотами и благодарственными письмами главы города и депутата Московской областной думы наградили сотрудников социальной сферы, показавших наилучшие результаты своей работы. Мы стараемся всегда помочь людям. И если люди, которые перенесли какие-то травмы, болезни, и они более чувствительны к людям, которые нуждаются в помощи. И я хочу сказать, что у нас оказывается большая помощь людям, и мы всегда с пониманием относимся к людям. И, в общем-то, с надеждой в лучшее и настраиваем также всех своих подопечных. Музыкальные подарки прозвучали в исполнении артистов Дома культуры. Также прошли мастер-классы по танцам и прикладному искусству. Несмотря на дождливую погоду, праздник удался. Фасад, чердак, подвал, крыши, лестницы, лифты, окна и электропроводка до счетчиков – все это является общедомовым имуществом многоквартирных домов. Периодически это имущество нужно ремонтировать или заменять полностью, иначе в доме становится опасно жить. Любая из этих работ относится к капремонту. В прошлом году при поддержке фонда капитального ремонта в городе начались масштабные работы в этом направлении. На этой неделе глава города Сергей Дорофеев побывал еще в трех отремонтированных домах и выслушал замечания и предложения жителей. Музыкальные подарки Любой ремонт – дело сложное и ответственное. И каждый хозяин знает, что если его не проконтролировать лично, то через пару лет дом снова начнет приходить негодность. Именно поэтому глава города Сергей Дорофеев держит процесс капитального ремонта на личном контроле и не он один, а вместе с активными жителями. Сегодняшняя встреча прошла во дворе домов 18, 20, 22 по улице Советской. Практически вот эти вопросы, которые я написал в дефектовке, они практически по всем домам. Кроме нашего дома, тут кровлю можно исключить. Ну у вас по кровле мы говорили. Вопросов нет. Да и то. Это сильный дождь, и уже, наверное, там затянуло. Ну это ничего. Вот этот дом внимания. Пользуясь удобным случаем, жители озвучили главе и его заместителям, представителям управляющих компаний нерешенные проблемы. Ведь когда еще удастся сразу получить ответ и решить наболевшие вопросы, практически не выходя из дома. Нас такой вопрос интересует. Вот когда проводили вот здесь ремонт предборовых водителей, убрали у нас свешала. То есть у нас белье вообще негде сушить. Подумаем, как нам это сделать. Дело в том, что здесь была одна такая, здесь у вас жительница 43-го дома, 34-го дома, да, которая писала во все инспекции, почему это убирала. Она писала, что эти ГЖИ не предусмотрены, их надо убирать. Мы их убирали. Иначе нас на администрацию наказывают за этот случай. Даже несмотря на то, что говорили, что это жители хотят, что мы это, то есть это. Давайте я, то есть я вот честно, ответ пока не знаю на ваш вопрос. Но вы сейчас оставьте так координаты. Мы как свяжемся, мы посмотрим, как из этой ситуации можно выйти. Жильцам пообещали в течение недели убрать провисший кабель, устранить морганье лампочек в подъезде. Взяты в работу просьбы жителей. Хронировать разросшиеся деревья, подчинить разрушенную крышку канализационного люка, установить возле подъездов урны, а возле детской площадки – лавочки. В нашем городе стала традицией, что глава города отчитывается о работе не только перед Советом депутатов и жителями округа, но и перед работниками предприятий. Так как не у всех есть возможность присутствовать на отчете главы и посмотреть его обращения в социальных сетях, в практику введено посещение городских предприятий. Сергей Дорофеев встретился с руководящим и рабочим составом предприятий ИНИЦ. Цель встречи – довести до людей ту проблематику, с которой столкнулись в 2020 году, и те планы, которые администрация строит по развитию города на текущий год. Все наши деятельности городского округа Викторогорска, все наши планы, конечно, будут реализованы только благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Мы понимаем, что городской округ Викторогорск в поступлении доходной части бюджета очень стеснен, и самые глобальные проекты мы можем осуществить только при получении субсидий с правительства Московской области либо по тем программам, которые работают на федеральном уровне. Один из таких проектов – строительство новой школы на 550 мест на улице Чкалова. Важный инструмент оценки эффективности работы местного самоуправления – рейтинг 45. В него входят городские округа Подмосковья, которые больше других продвинулись по определенным направлениям. Наш город по итогам минувшего года занимает почетное 18 место. И, конечно, я поздравляю не только работников администрации, депутатов и городские предприятия, но и также и вас, потому что в этом есть и доля и вашей победы, работа вашего предприятия. Поэтому это большое почетное место, в котором мы будем также двигаться и дальше. Создание благоприятного инвестиционного климата в отдаленных муниципалитетах региона – одна из главных задач экономики Подмосковья. «Электрогорск» в числе 10 муниципалитетов вошел в пилотный проект по реализации мер поддержки для инвесторов в отдаленных городских округах. Что это такое? Это на льготных условиях предоставляются земельные участки для малого и среднего бизнеса. Происходит выкуп льготных земельных участков пока 7,5 от кадастровой стоимости от земельного участка. Освобождение частично от налога на налогодобавленную стоимость. То есть их порядка 10 таких мероприятий, которые будут реализовываться на территории нашего округа. В ряду приоритетных задач – ликвидация второй смены, ремонт автомобильных дорог и строительство новых. Пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в жизнь города, в реализацию программ поменяла многие устои. Глава отметил важнейшую роль медицинских работников в этот непростой период. Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий, установка детских площадок, ремонт подъездов, проекты инициативного бюджетирования, благоустройство пешеходной зоны, реализация программы «Светлый город», строительство дома под переселение из ветхого и аварийного жилья. Вот далеко не все планы на ближайший период. В завершении глава рассказал о санитарной и эпидемиологической обстановке в городе, выразил благодарность всем присутствующим, выслушал вопросы от сотрудников предприятия. Хочу поблагодарить каждого из вас за доверие, за диалог и неравнодушие к проблемам жителей, которые у нас существуют. Мы постоянно находимся с вами на связи, поэтому стараемся реагировать на все ваши замечания, на все ваши просьбы, может быть, даже иногда и даже в основном на вашу критику. Исправляемся. Ну и в своей деятельности, скажем так, мы руководствуемся словами президента, которые говорят, что люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых изменений в своей жизни. Поэтому вот с таким, наверное, лозунгом мы продолжим работу в этом 2021 году. И уже по итогам 2021 года мы, наверное, продолжим такие отчеты. Сейчас у нас летняя сессия идет. Будут сделаны какие-то результаты, так же придем и отчитаемся. Сергей Дорофеев совместно с руководителями жилищных и коммунальных служб провел объезд территории города. В ходе объезда ознакомились с ходом работ по уборке и благоустройству, посетили объекты строительства. Особое внимание уделили обращениям жителей. В рамках президентского национального проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядная организация продолжает капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Крыженовского проезд у Центра дополнительного образования «Истоки». Протяженность дороги составит порядка 350 квадратных метров. Самое главное, выехали, посмотрели, что начат капитальный ремонт нашей дороги, которая идет к истокам, которая из бетонных плит, процедура уже начата. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в текущем году удастся решить многолетнюю проблему и сделать комфортным проезд к жилым домам и детскому центру. Работы планируется завершить до конца августа. Также приступили к строительству дороги к новой школе на улице Чкалова. Сейчас идет вырубка растительности, вывоз грунта, завоз песка, щебенки. Очень радует, что эти процессы идут в очень хорошем режиме. Надеемся, что скоро дорога у нас будет к новой школе. Большая часть объезда была посвящена обращениям жителей. Просьба установить остановочный павильон, организовать пешеходный тротуар на улице Ленина. По всем местам проехали и детально разобрали все необходимые моменты для решения данных вопросов. Сегодня наш объезд был посвящен тем замечаниям жителей, которые пишут нам и в соцсетях, и переходят на портале Добродел. Побывали на Ленина 56-58, посмотрели о необходимости устройства дополнительного тротуара в парк. Посмотрели по просьбам жителей, съездили на выезд на трассу А-108 к нашей бетонке. Там есть необходимость устройства дополнительного автобусного остановки. Смотрели, наметили место и установки. И думаю, к сентябрю месяцу у нас будет павильон. На городском кладбище ведется благоустройство территории. Сейчас осуществляется асфальтирование стоянки для автомобилей. Проконтролировали качество выполняемых работ, проверили контейнерную площадку, наведение порядка. По итогу объезда появились новые поручения, которые в основном касаются вопросов благоустройства дворов и прилегающих территорий. Уборка смета, окос травы, покраска урн. Следующий объезд состоится ровно через неделю. Диалог на равных поможет талантливым студентам реализовать проекты в своих городах. В преддверии Дня молодежи с 24 по 27 июня Диалог на равных проведет проектную сессию в Московской области. Молодые люди смогут создать и реализовать в своем регионе уникальные социально значимые инициативы. Спикерами станут представители органов государственной власти субъектов. Важно поддерживать молодежь и молодежные организации. Молодежь – это источник энергии и креативных идей. Важно слышать молодежь и ее запрос на перемены. На территории Московской области проходит много образовательных форумов и сессий. Сама всегда стараюсь посещать образовательную программу и выступать в качестве спикера, быть в теме всех актуальных проектов. Рада, что региональная площадка состоится в Орехово-Зуевском округе. Рассчитываю на конструктивный, открытый и честный диалог, плодотворную деловую программу. Прокомментировал депутат Московской областной думы Самедина Валинара. Участниками смогут стать молодые люди, проживающие в регионе, проведение мероприятия. Отбор пройдет с помощью онлайн-тестирования, по итогу которого будут сформированы 6 команд по 10 человек. В ходе трехдневной сессии участники смогут познакомиться между собой, пообщаться со спикерами, под руководством наставников, проработать решение предложенного кейса по улучшению жизни в их регионе и защитить проект. По итогу работы одна команда получит возможность реализовать инициативу в своем городе. Ссылка для регистрации участников указана внизу экрана. Напомним, что дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» это проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках национального проекта образования, федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач указа президента Российской Федерации. И о погоде в завершении выпуска. В Подмосковье продолжается сезон дождей. К сожалению, выходные лучше не станет. Ситуация в атмосфере в ближайшие дни вообще никак не поменяется. Так что до воскресенья Подмосковье останется укрытым плотной облачностью. За ближайшие дни выпадет без малой половины июньского объема влаги. Ближайшей ночью переменная облачность, дождь, возможно гроза, температура плюс 14-16. В субботу, 12 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза, днем плюс 20-22, ветер слабый, ночью плюс 14-16. В воскресенье ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, днем плюс 23-25, ветер слабый. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. С новостями вас познакомила Ольга Костина. Увидимся в эфире вновь в понедельник, 14 июня. Желаю вам отличных выходных. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин